всем привет сегодня у меня вновь заготовка полуфабрикатов понравилось мне очень очень удобно быстро в приготовлении в быту у меня значит на сегодня поджаркой свинины две упаковки по 700 грамм здесь я так понимаю мяско шеи наверно взяла его потому что оно было подешевле брала в прошлый раз шницели в качестве мяса суховатое не понравилось вот до этого брала окорок ничего но стоил он 310 рублей за килограмм да за килограмм нет 310 рублей за 700 грамм и шницели были 300 с копейками за 700 грамм а поджаркой свинины у меня вышло на 234 рубля за за упаковку то есть за 700 грамм вот упаковка 800 грамм филе куриное грудки и две тушки цыпленка ну что поехали и вуаля у меня значит здесь я разобрала двух цыплят бролеров оставила мясо на поджарку с лучком с овощами можно будет поджарить и фарш курино-свиной и сейчас будем смотреть что у меня из этого получится так здесь у меня паш немножечко добавила совсем чуть-чуть хлебушка и здесь у меня сливочное масло с укропом буду делать оля какие котлеты по-киевски буду брать немножечко масло с укропом и вкладывать внутрь котлетки все поехали следующее что я буду готовить это ленивые голубцы здесь у меня фарш без хлеба просто фарш лук и соль с перцем одно яйцо пол стаканчика риса промыла порубила капусту и зажарку всегда кладу зажарку в ленивые голубцы именно внутрь и когда я их вообще запекаю в духовке запекают уже с зажаркой когда буду готовить я вам покажу все соединяем все это и формируем ленивые голубцы еще таких накатала фрикаделек или на суп или рис с овощами с фрикадельками сделать или соусе у кого на что хватит фантазии фрикадельки из фрикадельки закинул и блюдо уже готово следующее что я буду готовить это манты манты у меня будут не очень обычной формы здесь у меня фарш я добавляю специи любую по вкусу мили сунели что хотите нет для свинины значит все это сейчас перемешаю вот такие подготовила из теста лоскутки им буду закладывать сюда фарш и формировать манты а Теперь можно приступить к крылышкам. Хотела добавить мед, но мед у меня дома не оказалось, добавила немного сахара. Очень удобно бросать все специи в пакет сразу же и замораживать. Когда вы будете размораживать перед приготовлением, уже хорошо промаринайте. Ну а за этим у меня идут ножки и бедрышки. Их я решила замариновать с кетчупом. И берем, у меня сухой молотый, соевым соусом. Жаль, что у меня было остатки всего лишь. И приправка хмели-сунели. Часть грудок я перекрутила на фарш. Добавила лук и морковь. Морковь больше всего для цвета добавила, чтобы повеселее так смотрелось. И в принципе я считаю, что овощей много не бывает. Игра красок тоже имеет большое значение. Главное, чтобы еда была не только вкусной, но и красиво выглядела. Доставляла, так сказать, визуальное удовольствие. Сейчас я буду готовить из этого фарша такие ленивые отбивные. Хотела просто отбить грудку, но потом подумала, что детям будет проблематично кушать. И сделать решила я ленивые отбивные. То есть из фарша. Сейчас я все это перемешаю, сформирую отбивные и покажу, что буду делать дальше. Сформировала я отбивные. Как видите, их получилось довольно таки много. Здесь я спассировала лук. Очень так хорошо поджарила. И сейчас я на каждую отбивнушку распределю этот лук. Далее я укладываю. Мелко нарезанный помидор. Буквально понемногу всего. Будет вкусно. Не надо наваливать там ничего. По чуть-чуть распределяю. Ну вот помидоры уложим. Сейчас я буду укладывать сырную шапочку. Здесь у меня сыр, сметанка, чеснок. И я наверное добавлю еще немного укропа. У меня укроп сухой. Так, чтобы придать опять же цвета. Все это перемешаю. И эту сырную шапочку я уложу сверху. Почему я смешиваю сыр со сметаной? Я уже говорила как-то, что когда просто посыпаешь сыром, он получается твердый и такой невкусный. Вот. А когда его смешиваешь со сметаной или с майонезом, шапочка такая поджаристая, становится мягенькая, местами корочка вкусная, не твердая ни в коем случае. Все я перемешала, сейчас будем укладывать. Готовые обеднушки. Немножко я подтерла сыра, потому что не хватило. Сейчас я их отправлю в морозилку. И потом по надобностям, когда решим приготовить их, просто поставлю в духовку. И осталась у меня последняя часть фарша. Здесь свинина и грудка. Я добавила сушеную зелень кинзы. Покупала такой вот приправоч. Побольше добавила. Соль, перец. Сейчас добавлю воды, чтобы фарш был жиденький-жиденький. Такой, ну, не совсем прям жидкий, чтобы можно было ложечкой накладывать, конечно же. И буду делать хинкали. Воду добавляю для того, чтобы когда хинкали сварятся, у них был внутри бульон. Все, наверное, хинкали кушали. Все знают, как их нужно готовить, в принципе. Да? То есть, побольше воды. Ну, вот, наконец-таки завершились мои кулинарные заготовки. Посмотрите, сколько всего получилось. Вот, действительно, говорят, где-то когда-то я слышала, что день кормит год. На целую неделю, а то на полторы и на две, я буквально практически свободна. Значит, у нас что получилось? У нас получилось две порции. То есть, на два раза. На два ужина. Ленивые отбивные. А-ля котлеты по-киски. Манты. Два набора маринованных. Здесь у нас, значит, голени, бедра и крылья. Мясо на поджарку. С овощами. Для плова. Как угодно. У кого на что фантазии хватит. Два суповых набора. Это каркасы от куриц. Хинкали. Фрикадельки. Хоть для супа, хоть для второго с подливом. Как вашей душе угодно. Ленивые голубцы. Вот и пожалуйста. Сколько времени я потратила? Наверное, часа четыре. Но зато теперь я полторы недели. Как минимум, я свободна. Берите на заметку. Кому понравились рецепты, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.